Девушки отдыхают 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 Это официальный пресс-релиз, в котором говорится о том, что ограждения вокруг пруда у цирка установлены временно. Ну, надо сказать, что вчера, если я не ошибаюсь, Дмитрий Осипов, глава администрации и глава города Кирова Елена Ковалева там побывали. Действительно, там были журналисты и подходили и прохожие обычные, как я понимаю, тоже с вопросом о том, насколько вообще вот это вот все нравится представителям нашей администрации, насколько это нравится властям. И вот там было сказано как раз, что эта история временная. В чем проблема? Проблема в том, что ограждения установлены, естественно, не по краю тротуара, да, они установлены на той его части, где еще люди могли ходить. Таким образом, дорожка сузилась. Говорят, что теперь, например, для мамы с коляской, которая идет и гуляет. Для родителей, да. Для родителей, хорошо. Для мамы и папы с колясками, которые там гуляют, будет проблематично разойтись, например, со встречными пешеходами. Это раз. Не очень понятно, каким образом в одном месте это перекрывает доступ к воде, а в другом месте почему-то доступ к воде не перекрыт, причем здесь тогда безопасность, да. Ну, как я поняла, ранее Елена Васильевна видела это место, вот этот вот осыпающий, сползающий, да, в воду берег. И, видимо, тогда еще она сказала, что нужно как-то вот это конкретно вот это место обезопасить, и, видимо, вот это способ его обезопасить. Но, опять же, ну, я, правда, не знаю, возможно ли такое технически, ведь сползти можно вместе с забором в воду. Ну, то есть, в смысле, этот тротуар, если он куда-то поползет, он может поползти вместе с забором. Но это, может быть, не разовая история, то есть сразу-то он не сползет, естественно. Разные были комментарии, эта тема довольно широко обсуждается в социальных сетях с позавчерашнего дня, когда эти заборы стали видимыми для нас, для всех, да. Да, действительно, есть комментарии, и их много, их, пожалуй, большинство, по поводу того, как это неэстетично и по-дурацки выглядит, и непродуманно, и мешает людям теперь, и все-все-все. Но есть комментарии другого характера, и я, кстати, этих людей активно призываю звонить, 211-101, те, кто считает, что действительно установка забора – это благая мера, которая обезопасит прогуливающихся людей, в том числе, там, я не знаю, в темное время суток, да, и днем детей, которые бегают. Пожалуйста, звоните, потому что они были. Были комментарии людей, которые вспоминали зиму и говорили, что налить на дорожках, там, да, способствует твоему сползанию в пруд. Но, опять же, были и другие комментарии, которые говорили, что когда на тротуаре налить, куда падать, в общем-то, уже без разницы. Да, в пруд или не в пруд, неважно совершенно. Мне понравился комментарий, была девушка, по-моему, какая-то писала, я пытаюсь попасть в соцсети, но студийный наш Wi-Fi возвращает меня во времена Dial-Up. Девушка писала о том, что в таком случае нужно поставить забор и на пляже, потому что там тоже есть подход к воде. Ну, он просто, может быть, не с горочки, вот кто-то с горочки скатился прямо в пруд, да, он все-таки там более пологий, более ровный, возможно. Вот. Вопрос в другом. Налить на тротуарах, это, конечно, не причина ставить забор. Тротуары от налить надо чистить просто. Ну, точно так же можно сказать, что тротуары нужно восстанавливать. И, наверное, может быть, эту проблему нужно было решить до... Именно таким образом. Нет, эту проблему, может быть, нужно было решить до того, как возникла какая-то необходимость уже ставить там забор. Потому что ведь наверняка вот это обрушение этого асфальта туда, оно произошло не за последний месяц, я не знаю, не за две недели. Это же не какой-то ополз, не землетрясение или еще что-то. То есть если это был какой-то там, я не знаю, природный катаклизм, и он случился, и у вас такие... Ах, ну, действительно. Внезапно. Внезапно, да, ремонт у нас только через два месяца. Или, не знаю, там, аукцион через месяц отторгуем. Вот давайте пока на это время поставим этот забор, то здесь эта проблема, ее явно могло не быть, если бы вовремя были предприняты какие-то меры. Ну, на самом деле, перспективы-то этого забора, они тоже непонятны, туманны. То есть если его собираются убирать, и на него уже затрачены средства бюджетные, интересно, куда эти ограждения поставят. Потому что Дмитрий Осипов в недавнем эфире, еще не будучи главой администрации, обещал нам, что заборы новые в Кирове больше устанавливать не будут. Получается, что их выбросят? Эти ограждения, на которые потратили бюджетные деньги, их выбросят, получается? Ну, слушай, их всегда можно куда-нибудь переставить. Куда? На дачу? Кому-нибудь? Нет, в другое место, потому что я смотрю на некоторые... Так Дмитрий Осипов обещал, что не будет устанавливаться в других местах. Или ты имеешь в виду заменить старые ограждения на новые, вот эти? Как говорится, камень не в огород, конечно, Осипова. Так. Так, но предыдущий городоначальник тоже некоторые вещи обещал. Да. В итоге они только цвет изменили. Понятно, с желтых на серые. Михаил Кирилловых с нами на связи. Так, Михаил Кирилловых с нами на связи, заведующий отделом по связям с общественностью и работе с информацией аппарата главы города Кирова и Кировской городской думы. Михаил, добрый день. Алло, добрый день. Да, добрый день, Михаил. Спасибо, что вышли на связь. Мы уже с Дарьей рассказали слушателям о том, что установка заборов – это мера временного характера. Можете ли вы нас ориентировать по срокам? Насколько это временная мера? Это первое. И второе – по средствам, которые были затрачены на их установку, и что придумано для того, чтобы эти средства не пропали. Еще раз последнее не услышал. Да, значит, смотрите. Во-первых, ну давайте по порядку. Во-первых, насколько временная мера? Как долго эти заборы там простоят? А, ну смотрите. Самая информация после времени очень вызвавшая, неназначная реакция населения – это так называемое ограждение, которое у нас появилось в парке Минекирово. Правильно вы все говорите. Это мера временная абсолютно. И она в первую очередь предназначена для обеспечения безопасности горожан, поскольку неоднократно уже поступали жалобы от людей, которые в этом парке гуляют, на то, что берег действительно подмывает, он разваливается, и есть опасность туда упасть. Вот, поэтому было принято территориальным управлением по Ленинскому району решение об установке таких ограждений. И это, естественно, еще раз повторяю, временная мера, поскольку в настоящий момент разрабатывается проект реконструкции парка Минекирово, который как раз предусматривает полное обновление одного, вообще всей территории, в том числе и береговой линии. Так. Этот проект сейчас разрабатывается. К какому сроку он должен быть готов? Вообще сейчас план реализации проекта в рамках, скажем так, реализации его в рамках проекта федеральной... Господи, извините. Ну, комфортная городская среда. Да, в рамках федеральной проекта комфортная городская среда. Да, совершенно верно. И пока основной срок, это следующий год. Следующий год. То есть до следующего года эти заборы точно простоят? До следующего лета? Потому что обычно в парках работы все-таки летом ведутся? Совершенно верно. Весной и летом. На сегодняшний момент есть решение о том, что пока, да, оставить эти заборы, но расширить тротуар. Так, а расширять тротуар, Михаил, будет в какую сторону? То есть заборы переставят ближе к воде или заборы останутся на своем месте, а просто тротуар немножко там скопают горочку, ту, которая есть, вот этот спуск зеленый газон. Известно это или нет? Или пока продумывается? Обычно, да. Нет, все уже известно, поскольку реакция неоднозначная здесь была, потому что якобы заборы стоят слишком далеко от края, от кромки воды. Правильно, вы к этому говорите? Да, совершенно верно. Да, все правильно. Это рассчитывалось как раз из соображений безопасности, поскольку, еще раз говорю, берег подмывается, поэтому не в воду эти заборы поставили. И тротуары сейчас решают вопрос о расширении, естественно, в сторону горки уже. В сторону горки. А там ведь лавочки есть, их тоже придется переставлять. Ну, лавочки можно переставить. Понятно, но они нелегкие. Ладно, я надеюсь, что переставят. Михаил, да, скажите, пожалуйста, известно ли сумма, сколько затратили вот на установку этих временных ограждений? Сумму я вам сейчас точно не скажу, к сожалению, я вас этой информацией не обладаю, но я скажу, что это небольшие деньги. То есть там ни конкурс, ничего не играть среди. Ну, то есть все равно еще сейчас какие-то средства будут затрачены на то, чтобы вот этот тротуар, пешеходную зону расширить, правильно? Ну, естественно, да. То есть расширяться будет. Любой работой они оплачиваются, надо понимать. Но в рамках чего я тоже пока не готов сказать, потому что этот вопрос на данный момент прорабатывает. Еще, Михаил, скажите, пожалуйста, вот рассматривался ли вопрос установки каких-то более, ну, симпатичных, что ли, ограждений? Или вот решили, раз временный вариант, то просто взять? Или не ограждений, а каких-то других решений? То есть поднять вал какой-то земляной со стороны пруда? Тротуар подремонтировать как-то? Бордюр поставить в конце концов, нет? Ну, я понимаю, да, там вариантов было много, вплоть до того, что ленточкой перетянуть даже. Задача-то главная, это остановить людей, и сами понимаем, что ленточка она не даст, бордюры. Ну, какие-то капитальные сооружения, но они там просто не встанут, сами понимаете, потому что, если их даже были, там видите, что берег, он такой, достаточно поврежденный, и уже ремонтируется, ну, будет демонтировать все, весь парк сразу же, и тротуары, и дорожки, и ограждения будут устанавливать, если будет необходимо, либо не устанавливать где-то уже. То есть это сейчас вопрос не красоты, а в первую очередь безопасности. Хорошо, тогда еще вопрос такой. А эти ограждения после того, как в следующем году будут демонтированы? Я вот их близко не видела, но, судя по фотографиям, это все-таки не железо, а оцинкованные какие-то, да, ограждения, которые не один год обычно живут. Их потом куда-то переставят по плану? Мы вот с Дарьей тут задумались, куда их денут потом, или выбросят? Ну, вряд ли их выбросят, конечно. У вас еще будет найдено применение, может, куда-то положат. Это уже далеко идущие планы, поэтому тут и настолько такой вопрос мелочный, что... Ну, я не готов сказать. Ну, просто видите, Михаил, все-таки средства бюджетные, пусть вы и говорите, что там не очень много денег затрачено, но раз это временные варианты ставятся всего на год, значит, наверное, ну, продумывалось о том, куда это все потом денется, чтобы... Разумеется, разумеется. То есть вопрос оптимизации, конечно, здесь. Но конкретно куда, я тоже... Пока непонятно. Да, еще нет информации, куда именно реализуют эти данные ограждения в будущем. После уже толпы и монтируют. Еще у меня вопрос. Вы когда... Ну, вот, администрация города когда задумывалась о том, чтобы установить эти ограждения, были ли мысли о том, что это может вызвать негативную реакцию? Понимаете, у нас есть как негативная реакция, так и позитивная. Каждому человеку уходить невозможно. Поэтому тут исходили в первую очередь, как раз еще раз повторяюсь, требования безопасности, чтобы, не дай бог, не предошел какой-то несчастный случай. Я просто, вот, вспоминая всю эту предысторию, да, по этим желтым заборам, пресловутым, настолько это был болезненный вопрос и широко обсуждаемый, что мне даже было странно, что установка этих заборов, ну, как сказать, там, не знаю, не предварялась какой-то информационной кампанией. То есть можно же было, наверное, как-то там на сайте администрации разместить сообщение о том, что, ребята, тут вот такая история. Вот столько-то было обращений от жителей, да. Посмотрите, какой страшный берег, как он оползает. Подумайте, что будет с ребенком, который свалится в пруд, там, не со взрослым человеком. Да, мы хотим поставить вот такую вот штуку, это будет временная история. И только потом уже ставить, чтобы не было вот этого негатива. Ну, видите, негатив, который был вызван, это, в первую очередь, негатив, он навязан такими ограждениями, которые устанавливались вдоль проезжей части, которые тоже, якобы, вызывали определенное недовольство у некоторых слепостей. Мы это все знаем. И потому что именно как раз точно такие же ограждения появились в парке имени Кирова, вот именно это как раз и вызывает негатив. Правильно я понимаю? Вы к этому видите? Ну, нет. Негатив вызывает в том числе, ну, и внешний вид этих заборов, конечно, ну, и сам факт их появления, именно вот такие высокие там заборы, условно говоря, некрасивые, неэстетичные, просто воткнули какие-то железяки и все. Ну, не просто воткнули железяки и все, говорю еще раз, это безопасность людей. И безопасность людей на первом месте, говорю еще раз, когда вот в апреле-май обходился парк, было принято решение о том, что все-таки необходимо людей дистанцировать от берега в данном случае, потому что, ну, он реально может быть небезопасен. И все-таки любой несчастный случай лучше предупредить, чем потом разбираться с его последствиями. Мы все прекрасно знаем. Здесь вопрос неэстетичности. А все понимают, что эстетика вот этих вот ограждений, еще раз говорю, это прямая взаимосвязь с дорожными ограждениями, поэтому такая вот волна. На самом деле, говорю еще раз, что очень много людей также и довольны тем, что эти ограждения есть, поскольку там дети гуляют. Да, я говорил, да, приводила в пример те комментарии, которые были в социальных сетях. Действительно люди отмечают, ну, кто-то отмечает, что есть и плюсы, да, в появлении этих ограждений. Еще, Михаил, скажите, пожалуйста, правильно ли мы понимаем, что вот тем проектом реконструкции парка, ну, в том числе вот этой зоны возле пруда, которая сейчас готовится, все-таки предусмотрены и в дальнейшем какие-то ограждения? Я еще раз повторюсь. Не можете пока. Проектный документ сейчас разрабатывается. Понятно. Она находится в разработке. И вот эти ограждения, еще раз повторю, это временная мера, в первую очередь, которая оперативно была применена, чтобы... Нет, 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 о постоянных ограждениях речь идет. Она говорит о том, что среди тех комментариев, которые были против этого забора, речь шла не только о заборе как способе обезопасить, но и о том, что если на месте даже этого некрасивого забора в будущем появится какой-то красивый забор, это тоже нехорошо. То есть вот мы с этой точки зрения спрашиваем. Естественно, вот это мнение горожан будет в обязательном порядке учитываться при разработке проектной документации. И я думаю, что такие решения, они, естественно, принимаются в соответствии с тем, что люди скажут по данному поводу. Поэтому будут все рассуждаться. Да, Михаил, а в таком случае как это будет обсуждаться? То есть вы каких-то общественников, которые у нас в городе известны, как, не знаю, урбанисты, не знаю, насколько это ургательное слово, будете привлекать к оценке проекта? В том числе и это. В том числе и, возможно, и это сейчас. Главное сейчас проект разработать. Вот мы с этого начинаем, что он должен хотя бы быть конкретный проект, не просто визуализация какая-то, а именно проект уже, полной реконструкции парка. И с этого уже нужно начинать, потому что в нем у нас есть справки. Я не архитектор конкретно, не знаю, как это сейчас. Да, я понимаю. Понятно. Спасибо большое. Михаил Кириллов был с нами на связи, заведующий отделом по связям с общественностью и работе с информацией аппарата главы города Кирова и Кировской гордумы. Ну, вот такая ситуация. Ну, 211-101. Слушатели, звоните, расскажите, как вы думаете, должна ли безопасность быть... Красивой. Выглядеть вот такой вот, да. То есть получается, что фактически мы здесь выбираем либо красиво, либо безопасно. То есть и того, и другого жителям не дали. Либо шашечки, либо ехать, да. Да, ну то есть тоже как-то странно, не знаю. Ведь учитывая, что проекта еще даже нет, насколько, сколько это будет стоять? Ну, вот смотри, какая история. Возможно, вся вот эта вот конструкция железная, точно такая же, как на дорогах, да, на перекрестках, появилась ведь тоже из благих соображений, может быть, и такое. Возможно, эти ограждения делались оптом, а оптом, как известно, дешевле, и просто где-то вот залежались какая-то часть этих ограждений. Я, собственно, перед выступлением Михаила, мысль-то какую начинала, что по поводу того, что эти заборы отлеживаться нигде не будут, потому что некоторые заборы, которые установлены, даже те, которые установлены на вновь построенных дорогах, они выглядят так, что они уже где-то лежали или стояли. То есть они ими уже пользовались, этими заборами. Поэтому, я думаю, тут никуда их не выкинут, нигде они лежат не будут, они найдут свое применение, украсят какой-нибудь тротуар, газон, кустарник. Я не знаю, что у нас любят этими заборами украшать. Анатолий Курбатов с нами на связи, да, координатор сообщества Красивый Киров. Анатолий, добрый день. Добрый. Да, Анатолий, вы были в числе тех людей, кто, ну, не знаю, слово «возмущен» уместно использовать вот в этом контексте или нет, но заборы вам не понравились. Ну, я не возмущен. Это просто отражает уровень компетенции чиновников наших. Ну, вот, Анатолий, смотрите, мы тут задаемся вопросом. Очарований от них не было никогда, так что, в принципе, все нормально. Неожиданностью не был этот поступок, да? Ну, Анна, насколько я помню, то, что там был забор, объявили еще в октябре месяца. Об этом-то описали, написали им, они сказали, что это была временная такая, ну, реализация до проекта. До окончательной. До проекта, вложения заборы поставили. Ну, что они будут именно такие, которые стоят вдоль дорог, ну, это немножко было неожиданно. Не предупреждали об этом. Ну, вы смотрите, Михаил, да, Кириллов перед вами говорил о том, что это не вопрос красоты, вопрос безопасности. Вот у нас, собственно, возник вопрос, а безопасность обязательно должна быть некрасивой? Почему нужно выбирать? Почему нельзя совместить это вообще? Вопрос с Михаилом встреченный, какая безопасность этого забора? Ну, кстати, вот... Что он ображает? Ну... Он абсолютно не несет никакой безопасности. Он не повышает ее. Не нает. Он, наверное, наоборот даже еще, наверное, ее уменьшает, потому что сужая тротуар, людям приходится, там, сейчас, признакаться на велосипеде безопасно, не проехать. Коляска, это все можно зацепить. Ни о какой безопасности там речи и вообще быт не может. Ну, вот у меня тоже, да, возник вопрос, потому что этот забор, он не по периметру, то есть, получается, к берегу-то все равно можно подобраться. Ну, естественно, он не сплошной. Да, и он стоит на каком-то куске. Тут речь, видимо, идет о том, чтобы кто-то на этом узком тротуаре, на его сползающей части не оступился, не потерял равновесие и не упал в воду, чтобы между ним была какая-то преграда. Тут еще вопрос к стоимости заборов. Насколько помним, одна секция забора стоит 2,5 тысячи рублей. 1,5 тысячи стоит секция и 1,5 тысячи рублей установка. Соответственно, квадратный метр асфальтового покрытия тротуара под ключ стоит 1,2 тысячи рублей на скиры. То есть, вместо одной секции забора можно сделать было 2,5 тысячи метра асфальта. И это было бы гораздо безопаснее, эстетичнее. И если у них говорят, что берег обрушается, но деньги можно было тратить на правильные вещи, а не на эту... Не могу подобрать слов. На берегу укрепления надо тратить было средства. Еще, Анатолий, такой вопрос. Нам сейчас Михаил сказал, что пока еще точно не решено, будет в окончательном проекте вот этой реконструкции, которая предполагается, будет какое-то ограждение вокруг пруда или нет. По вашему мнению, все-таки, если оно будет не такое серое и ужасное, оно может появиться вокруг пруда или нет? Ограждение? Ну, по проекту я знаю немножко внутреннюю кухню. Я знаю, что сейчас идутся переговоры с архивными агентствами из других городов, чтобы заказать нормальный проект. Они уже даже связывались с нами в плане помочь, выяснить мнение местных жителей, собрать вообще проект, все, что подкид поставить. Как у них это дело зайдет далеко, я не знаю, но внутри администрации есть несколько людей, которые хотят сделать в итоге хорошо. Как в итоге получится, я не знаю, но если брать последние реализации, наверное, 90% всех реализованных проектов России сейчас набережных без заборов. Последних только, наверное, Красноярск, у нас Севастополь, где наставили. Ну, Красноярск, хотя бы это какие-то гранитные ограждения, они хоть как-то вписываются в проекте их набережной, в внешний вид в Севастополе, там уборство сделали. А так 90% как бы проектов реализованных в Севастополе-Городской среде, они без ограждений. Доступ к воде и прочие вещи, они сейчас трендят. Это вот Илья Варламов, я насколько понимаю, сегодня или вчера об этом же писал, да, о том, что в большинстве городов, в том числе в Казани, на набережной озера Кабан-Заборов нет там, где они не нужны. Люди имеют возможность подойти к воде, люди имеют возможность сидеть и смотреть на эту воду, да, без всяких препятствий, чтобы глаза в железяке не утыкались. Может быть, не читал. Еще, Анатолий, такой вопрос. Если бы администрация города, перед тем, как устанавливать вот эти вот серые конструкции на берегу, все-таки попыталась обсудить это с жителями города или хотя бы предупредить, что, ребята, вот это вот все появится, но это временная история, пожалуйста, простите нас, мы тут сэкономили, значит, немножко взяли какие-то ограждения уже имеющиеся и поставили. Меньше было бы негатива, если бы предупредили об этом? Я думаю, что если бы было бы меньше, то ненамного, потому что все-таки это, ну, не знаю, кроме самых оторванных людей в администрации, все понимают, что это полное говно. И это не место там, и она порст абсолютно вообще все, и это один вред. то есть, ну, да, он, может быть, не был такой негативный, редкий, неожиданный, но, тем не менее, как бы, даже, пациент, коментарий в сетях, и там есть люди, которые, в принципе, у них часто, по той точки зрения администрации, вот этот подход, да, условно, коментарии, безопасности, и все прочее, даже они немножко удивились тому, что появилось. На самом деле, действительно, было неожиданно появление именно таких заборов. Вот у меня-то ощущение, что просто сэкономить пытались и взяли где-то секции, которые лежали там без дела. Может быть, потому, что где-то на перекрестках Осипов пообещал их не ставить, да, взяли и просто поставили, воткнули там. Спасибо. Не, ну, смотрите, так в бюджете дела не делаются. На каждую основку должна быть заявка в целом на счете этой вещи. То есть, просто взять откуда-то и поставить куда-то в современной России невозможно. Я не знаю. приходит прокуратура и говорит ай-яй-яй. Нам Михаил Кириллов говорил, что сумма на эти заборы затрачена была небольшая и что аукцион это вроде как раз не было. То есть, конкурса не было, это не через конкурс проходило. Я Михаила Кириллова слышал несколько раз в вашем эфире. Ну, человек не совсем компетентный. Он даже тогда, когда выступал по голосованию по месяц за год, он не знает протоколы и вообще устав горжа. То есть, его комментарии, ну, не знаю. Он просто говорит что-то походу. Понятно. Анатолий Курбатов был с нами на связи, координатор сообщества Красивый Киров. Анатолию, спасибо большое. Мы сейчас делаем перерыв на рекламу и вернемся, еще эту тему продолжим. Дневной разворот продолжается, в завершающую свою фазу вступает. Я напоминаю слушателям 211-101 номер нашего телефона. Если вы хотите высказаться по поводу ограждения городского пруда в парке у цирка, пожалуйста, звоните и высказывайтесь. Ну, я, кстати, знаешь, по поводу еще заборов вспомнила. Поставили лавочки напротив, вдоль вот этого до Сурькова, да, улица. Получается, что ты сидишь на лавочке и упираешься в парк, парк называется, у дворца Пионера. У дворца Пионера. Так. Но там есть такое место, там забор, 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 и совсем никакого разрыва в заборе нет. Получается, что ты сидишь на лавочке и смотришь на забор, хотя там такой красивый парк, это тоже странно. Не очень. Я не знаю, может быть, кто-то на это не обращает внимания, но мне бы не хотелось, чтобы в будущем, если вдруг проект окажется с забором, и мы попадем в те маленькие 10% в России, где реализуются проекты с заборами, не очень. Не очень. Елена Жолова с нами на связи, журналист интернет-портала 7 на 7. Лена, добрый день. Добрый день. Добрый день. Да, Лен, вы вчера тоже написали, позавчера, по-моему, да, позавчера уже, о том, что вот эти вот конструкции, которые установили на берегу Прудая, они безобразны совершенно. То есть, я сейчас цитировать дословно не могу, по-моему, вы написали, что у вас нет слов, кроме междометий, и те матерные. Ну да, то есть, при первом взгляде на вот эти заборы возникает вот такая реакция, и я думаю, что не у меня одной, но, то есть, тут вопрос, у меня еще после был достаточно такой продуктивный спор с представителем администрации на этот счет, вот, и, как мне объяснили, что, да, они понимают, что это неэстетично, но вот выбирая между, скажем, безопасностью и красотой, они выбирают безопасность. А почему нельзя сделать и красиво, и безопасно? Ну, потому что там вмешивается уже много разных причин, в том числе, например, то, что нельзя оперативно провести торги на какие-то, то есть, более красивые, более функциональные конструкции, то есть, что было под рукой, под рукой, как у нас всегда бывают такие вот серые заборы, которые... У нас штампованные. Да, 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 то есть, у меня такое ощущение, что там они где-то уже на складе изотарились просто под самое не хочу, и вот просто нужно куда-то идти, ну, вот нашли вот такое применение. Вот, то есть, на самом деле, проблема, мне кажется, здесь не только и не столько в каких-то, в каких-то вкусах, да, то есть, красиво-некрасиво, это все-таки вопрос вкуса, да, вкусовщины, вот, а в том, что, вот, может быть, и хотели бы лучше, но вот современная, скажем так, реалия, современная система закупок не позволяет этого сделать. Мы это видим, в принципе, даже по тому же коронавирусу, да, когда у нас первые недели в больницах главврачи не могли сами закупать средства индивидуальной защиты, маски, костюмы, именно потому, что этим централизованно занимается Минздрав, и он не может как-то тоже оперативно отреагировать на ситуацию. Вот здесь та же самая проблема, то есть, когда, вот, мне объясняли, что даже какое-нибудь разбитие фонаря на набережной стоимостью 2000 рублей, то есть, что бы его заменить. Ну, вот, Лен, смотри, да, то есть, разбитые фонари, это все-таки некий форс-мажор, да, вот с этим тротуаром получается, что люди на эту налет и на этот скат жаловались еще зимой, то есть, время для торгов, мягко говоря, было. Мне кажется, что тут проблема только в том, что не в оперативности проведения аукционов, а в оперативности думания, и не знаю, просто кто-то оперативно не хочет думать, вот и все. Ну, я думаю, что это тоже есть такой момент, просто, условно говоря, жалоб и принятием решения об установке окружения уже прошло какое-то время, потому что об установке окружения они заявили в конце апреля, да, когда, наконец-то, Елена Ковалева вышли с инспекцией в этот парк, то есть, вот уже был определенный временной зазор, который не позволил это оперативно решить. Я согласна, да, что скорость принятия решения, она тоже играет большую роль, вот, но я тоже вот немножко вот не понимаю систему, когда, ну, то есть, вы, решая одну проблему, проблему безопасности обрушения берега, при том, что там обрушение, то есть, там не какой-то обрыв высотой 3 метра и более, да, то есть, это, ну, не знаю, о жизни людей все-таки речи не идет, решая одну проблему, вы создаете тем самым другую проблему, потому что там, установив забор, как попало, там, оттяпавки, не крепить тротуара и так разрушенного, да, вы тем самым создали, ну, хоть и временные, но неудобства людям, которые гуляют там, потому что, разойтись на таком контратуаре, там, не то чтобы двум коляскам, двум людям уже проблематично, вот, то есть, вот это меня тоже удручает, потому что, ну, то есть, мы решаем одну проблему, тем самым создаем другую проблему. А вот этот вот резонанс, который сейчас возник по поводу этого забора, как думаешь, он сыграет какую-то роль при подготовке вот этого будущего проекта реконструкции парка, то есть, возможно ли, что чиновники подумают, ага, точно никаких заборов делать не будем, если у нас тут из-за этого маленького забора тут такой хай подняли, или они вообще не задумаются об этом в очередной раз? Ну, там же сейчас стоит задача аварийности устранить, ну, то есть, я не исключаю, что, может быть, они, конечно, вот такие прямо заборы вот так вот слепить посреди тротуара уже не будут, но я не исключаю, что там тоже будут какие-то весьма спорные решения, потому что, насколько я вижу, насколько я знаю, то есть, насколько я слышала, я не видела где-то, чтобы в общественном пространстве проходило обсуждение этого проекта, то есть, проект делается, но собрана ли какая-то обратная связь от жителей, проведено ли вот это вот участвующее проектирование, когда вот учитываются все потребности людей, которые пользуются этим парком, вот я про такое не слышала, и если они его не проведут, то весьма вероятно, что мы увидим какие-то новые абсурдные конструкции вот на этом пруду, где-то еще в этом парке. Лена, еще такой вопрос, если бы власти не конкретно вот про этот забор сейчас спрашивают, наверное, про все ограждения, которые появляются, все-таки предварительно людей предупреждали, что люди, слушайте, вот здесь опасная зона, мы планируем здесь поставить вот то-то и то-то, там это история временная, как вот с парком, например, пожалуйста, не ругайте нас сильно, у нас там нет другого выхода, мы сейчас вот берем эти заборы из гаража, которые там у нас лежат в запасе где-то и ставим их, ну потерпите, был бы меньше негатив или нет? Ну, конечно, естественно, меньше негатив, что мешало хотя бы на тот же забор повесить таблички о том, что это временная конструкция, сделанная для вашей безопасности, то есть, они считают, что не предупредили, вот опубликовав полтора месяца назад новость о том, что они будут устанавливать временные конструкции, кто увидел эту новость, кто ее помнит с тех пор, да, и так далее, то есть люди увидели просто забор, естественно, у них их бомбануло, да, то есть, как так можно, то есть информационная работа здесь, конечно, не была пройдена должным образом, на мой взгляд, то есть это можно было как-то, ну, как минимум, эту волну негатива можно было бы очень видеть существенно. Значительно снизить. Спасибо большое, Елена Жолова, журналист портала «7 на 7» была с нами на связи. Знаешь, мне кажется, еще проблема в том, что многие не воспринимают этот забор как способ обезопасить, потому что, если ты, я не знаю, столкнулся с какой-то ситуацией, возможно, там на льду, да, и тебя понесло в сторону этого озера, ты такой, ага, теперь, да, я там заторможу об забор, а если у тебя такой ситуации не возникало, вот я бы, например, прошлась бы там, я бы вообще не поняла, зачем этот забор, то есть я бы не увидела там вот этой вот опасности потенциальной, того, что я могу туда улететь или что, ну, в общем, и понятно, что люди пришли погулять и они утыкаются в эту конструкцию и находят это достаточно странно. Ну, еще непонятно вообще, как это все будет выглядеть к концу сезона условно, да, и тем более к следующей весне, как все это будет выглядеть, потому что у нас обычно ограждения эти вот все нуждаются в покраске каждый год, это правда, вот опять же, если это оцинкованные, конечно, то может быть они поживут чуть дольше, до момента, когда их уберут, но потом мы же не знаем на самом деле, когда приступят к работам в парке, да, когда это ограждение уберут, когда будут делать дорожки, в этом году, помимо вот этого забора, который уже сузил, да, пешеходную, пешеходную часть, вот этот тротуар, будет идти еще ограничение движения, можно так сказать, когда будут раскапывать этот тротуар и делать его шире в тех местах. Ну, это то, о чем Лена говорила, о том, что к одной проблеме добавляют еще и еще. Это значит, что в ближайшее время, если начнутся эти работы по расширению тротуара, в ближайшее время там с колясками ты не походишь. Все, выключена эта дорожка из зон прогулок мам с детьми и пап с детьми. Ну, проблему безопасности зато решили. Вот, кстати, тут минутка остается, расскажу по поводу покраски этих заборов. Собственно, в начале сезона наблюдала замечательную такую картину, как раз, если говорить о вновь построенных улицах, энтузиастов, и там поставили этот забор, продублировав достаточно широкий газон, и поставили его прям посередине этого газона. Ой. Не спрашивай, как говорится, не спрашивай, почему. И пришли люди, так как этот забор, несмотря на то, что его поставили глубокой прошлой осенью, к весне он уже всё, пришёл в ненадлежащее состояние. И он уже был украсить. И вот идёт, значит, целый ряд рабочих с этими красками. С кисточками. И просто баранит газон. Потому что по-другому к этому забору не подобраться. То есть забор покрасили, газон практически весь вытоптали, уничтожили. Газон вытоптали, землю тоже покрасили, как обычно было. Да, вот перед первым часом мы тут заикнулись про эти заборы, и Юрий Львович Шлемензон сказал, что это вот во втором части обсуждать, это вовсе не проблема, и есть проблемы по существенным. На самом деле, из таких маленьких проблем складываются большие проблемы. Проблемы расходования бюджета, проблемы общего городского благоустройства, проблемы, когда власти не слышат людей и их потребности. И в итоге вот такие вот маленькие заборчики выливаются в большие-большие городские проблемы. Создаём, решаем одну проблему, создаём другую, как сказала Лена Жёлбова. Хорошо. Точнее, ничего хорошего, конечно, нет, но хорошо, в смысле, разворот мы завершаем сейчас на этой не очень приятной, может быть, ноте. Будем ждать тогда ответа от администрации по поводу того, как всё будет дальше происходить. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова